Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну что ж, март месяц заканчивается, хотя мы, правда, вряд ли это ощущаем, вернее, мы ощущаем, но это, по-моему, не март. Но все равно никто не отменял 21 марта, Всемирный день поэзии. В связи с этим праздником я пригласил сегодня в гости двух поэтов. Это рядышком со мной Влада Ильинская и хорошо вам знакомая Майя Демерли, которая бывала у нас уже в студии, правда, в последнее время что-то не чистила, скажем так. Я думаю, что поэзия рассуждать, наверное, это достаточно гиблое дело, да? Лучше ее слушать и упиваться теми строками, да? Да. А как вообще приходит, вот как стихотворение, так сказать, муза посылает к вам? Вы знаете, я вот сначала хотела, конечно, поблагодарить, что вы пригласили нас в студию и в этот такой снежный весенний день наливают полные стаканы. Вот. На самом деле, нам очень хорошо здесь сидеть. Вот. А как приходят стихи, вы хотели узнать? Ну, это такой вопрос. Я думаю, что у каждого это происходит по-своему, это может случиться в любом месте, в любое время, но я обычно со мной это происходит, когда я ложусь спать и еще не уснула, но уже пространство изменилось и там что-то может произойти, может и не произойти. Могут просто кошмары сниться, это как пойдет. А бывает такое, что вот обидно, вот вечером пришли какие-то строки, да? Ну, лень было из-под одеяла вылазить, записывать, а утром просыпаешься. У меня же такое классное было. И забыла. Ну, это бывает, конечно, но обиднее, когда это происходит во сне и какая-то такая строка прекрасная или даже стихотворение, и потом утром просыпаешься или ничего не помнишь, или помнишь и понимаешь, что почему во сне это было красиво, это полная чушь. Вот. Поэтому поэзия-то загадочная вещь. Мне кажется, что она, в общем-то, от Бога. Вот насколько удачно эта связь осуществилась, это, конечно, каждый раз зависит еще и от личности того, кто пишет, и от того, как мы к себе сами снисходительны, что мы считаем готовым стихотворением или что мы считаем, что нельзя еще показывать никому. Это такие моменты очень тонкие. Но, знаете, мне бы хотелось, вот я шла сюда, когда я думала, что поэзия вообще-то такой праздник для человечества, так же, как и музыка. И это что-то такое, что помогает жить, выживать, помогает смириться с жизнью, с какими-то тяжелыми вещами. Но вообще, я вспоминаю в последнее время очень часто, вот мой первый поэтический опыт не в том смысле, что я была поэтом, а в том смысле, что я читала стихи. Выключили свет, была какая-то авария, это было давным-давным-давно, я не помню, сколько мне было лет, очень маленькая была. Выключили свет, взрослые зажгли свечи. И как-то так пошло, решили рассказывать стишки. Вот у нас стояло кресло, и мы с братом наперегонки, значит, давай нет я, нет я. И как-то так это было так прекрасно, что когда утром я проснулась, я спросила, а когда мы в следующий раз, когда в следующий раз выключат свет, потому что мне очень понравилось это. И мне кажется, что если завтра взрослые сами будут становиться на стульчике, рассказывают стихи, которые они любят, и детей своих научат, это будет хороший праздник. Надо просто пойти предварительно пробки выкрутить. Да. Можно и так. Лада, а как вы пришли в поэзию? Здравствуйте, тоже очень рада здесь быть. Я здесь уже на самом деле была однажды в этой студии, поэтому тоже здесь не новичок, так сказать. Стихи приходят по-разному, но зачастую это состояние сразу даже мной не читается. То есть что-то начинает происходить в эмоциональном плане, меняется состояние, может стать грустно, может стать тревожно, может стать по-разному. И потом это состояние трансформируется уже в какие-то строчки, в какие-то, формируется в какой-то текст, который готовым, вот опять же, о чем говорила Майя, становится, конечно, далеко не сразу. Но процесс это нелегкий, нелегкий, я не могу сказать, что приятный. Зато потом, когда ты возвращаешься к тексту через время, открываются какие-то другие уже эмоции, другие контексты, когда ты его вычитываешь, когда ты редактируешь текст. Потому что вначале это какой-то эмоциональный комок достаточно тяжелый, в моем случае, по крайней мере. Как-то так, наверное. У нас существуют сегодня какие-то литературные кружки, какие-то тусовки, потому что, в принципе, я знаю, по спирали все развивается еще на рубеже 18-19 века. Футуристы там были, были достаточно активные дебаты, сборы поэтов в разных кафешечках литературных, и они читали, читали, читали. Потом какой-то спад произошел, там войны были, потом революции было немножко не до этого, там плакатно и Маяковский в основном был востребован. Поэзия времен Второй мировой войны Великой Отечественной принесла очень, несмотря на кровь и так далее, очень много лирики, потрясающе совершенно. И тоже какой-то определенный шлюз открылся, и оно пошло. И вот так вот, от этапа до этапа, не знаю, нашей жизни, нашей истории в ближайшем новейшем. В 80-е годы в Одессе Михайлика, потрясающий совершенно кружок был, сколько оттуда вышло людей, пишущих. И действительно, это был такой организм потрясающий. Тогда у нас было всегда очень приятно. А что сегодня? Ну, сегодня много тоже чего происходит. И, как сказать-то, ну вот, есть такая литературная студия «Зеленая лампа» при Всемирном клубе одесситов. Мы с Владой посещаем эту студию. А есть студия «Поток», которую ведет Потоцкий Игорь Юсифович. Тоже, по-моему, 20 лет уже, да, в этой студии? Ну да, очень много. Это очень долго происходит. Но есть, я думаю, что разные сообщества поэтов, есть просто друзья поэты, которые встречаются независимо от каких-то кружков. Мне вообще кажется, что научить писать, наверное, не то, чтобы нельзя. Но такие кружки должны обязательно существовать. Должна быть среда определенная. Да, потому что они, ну, во-первых, прививают какую-то любовь к поэзии, к писательскому делу, возможно. Но происходит такой взаимный обмен и взаимное, как бы, обогащение и рост тех людей, которые пишут что-то, да, прозу или стихи. Они помогают друг другу нащупывать какие-то новые вещи. Потому что, ну, мы все знаем, что утка плавает от берега, да. Да, если мы посмотрим на литературу, то писатели современные, они брали что-то у предшественников и передают что-то будущим поколениям. И какие-то вещи останутся неизменными, но они будут всегда вдохновлять людей. И также живое общение способствует тому, чтобы находить какие-то новые идеи, какие-то новые формы и вдохновляться, и создавать что-то свое. Но все-таки студиями и кружками не исчерпываются возможности и, в общем-то, истоки того, откуда берутся стихи, откуда берется творчество. Это все индивидуальные вещи. Наверное, есть люди, которые никогда не посещали никаких кружков и пишут великолепные стихи, прозу, не знаю, пишут картины, музыку. Ну вот сегодня принято, так сказать, посыпать голову петлом и говорить, что вот довести, так сказать, свое произведение до состояния, так сказать, полиграфии, то есть до издания достаточно тяжело, потому что затратная штука. Там, если даже что-то и выпускается, спасибо Евгению Холочеву, вот за то, что во Всемирном клубе происходит постоянная презентация какой-то новой литературы, но когда смотришь количество экземпляров, вот, то, в принципе, ну, как-то больно, хотелось бы, чтобы побольше было, тогда это будет более востребовано. Это как бы с одной стороны, но с другой стороны, сегодня всеобъемлющий интернет, в нем можно найти там такие поэтические тусорки, что просто оттуда можно сутками не вылазить, просто я так понимаю. Ну, тут скорее дело в том, что форматы меняются, помимо того, что есть интернет и так далее, печатная книга сегодня не единственный далеко продукт, который может, можно в итоге получить. То есть сегодня котируются мультиформатные продукты, очень котируются видеопоэзия, есть много других способов реализации для поэта, кроме как книга только. Хотя, безусловно, конечно, это то, что должно быть. А вы в этом отношении как-то себя, так сказать, пользуете, где-то вот размещаете свои стихи? Ну, у меня выходила книга в 2014 году, собственно, благодаря Евгению Михайловичу и Всемуниверному клубу «Одесситов». И Женя Деменок принимал самое непосредственное участие в этом тоже. Сейчас я готовлю вторую книгу. Я надеюсь все-таки, что удастся ее весной издать. Помимо этого, безусловно, тексты есть в сети, есть какие-то видеоролики. То есть и есть проекты, вот как раз, есть проекты синтезированные более, есть, ну, то есть разные форматы, абсолютно разные. Да, вы знаете, сейчас просто очень много таких площадок появилось в городе, которые притягивают определенную публику, определенную аудиторию, и под них можно делать совершенно разные проекты. И я видела, как Владу, вот, в некоторых таких проектах, такие интересные, когда собираются несколько человек, они делают некий проект, соображают на троих, пятерых и так далее. Это очень интересно всегда. И, скажем так, уже создание какого-то проекта. Казалось бы, люди пишут стихи или прозу, они могут просто прийти, там, по очереди что-то почитать. Но нет, это уже превращается в некоторое действие. Ну, если не спектакль, если не перформанс, то это все-таки уже не просто чтение, это нечто интересное, это что-то, что тоже сдвигает зрителя. Такое сотворчество, получается. Да, сотворчество. Мы обещали, а уже больше 10 минут позади нашего эфира, мы обещали, что стихи будут звучать. Что-то мы разоговорились. Давайте, кто первый? Вы знаете, я вот сегодня, опять же, ночью, у меня все приходят такие идеи странные, я вдруг поняла, что я не думаю, что я хотела бы читать свои стихи. Но мне почему-то полезли в голову стихи, которые когда-то были для меня чем-то, каким-то открытием или каким-то настроением. В общем-то, это поэзия разных времен, разных лет, разных поэтов, далеко не всех, которые на меня оказали влияние. Но если можно, я буквально нон-стоп прочту. Уже нужно. Да, отлично. Вот Александр Пушкин. Играй, Адель, не знай печали, Хариты, лель тебя венчали, И колыбель твою качали. Твоя весна тиха, ясна, Для наслаждения ты рождена. Час упоения лови, лови, Младое лето отдай любви, И в шуме света Люби, Адель, мою свирель. Александр Блок, Балаган Над чёрной слякотью дороги Не поднимается туман. Везут, покряхтывая дроги, Мой полинялый балаган. Лицо дневное орликина Ещё бледней, чем лик пьеро. И в угол прячет коламбина лохмотья Сшитые пестро. Тащитесь, траурные клячи, Актёры, правьте ремесло, Чтобы от истины ходячей Всем стало больно и светло. В тайник души проникла плесень, Но надо плакать, петь, идти, Чтоб в рай моих заморских песен Открылись торные пути. Марина Цветаева Вскрыла жилы, неостановимо, Невосстановимо хлещет жизнь. Подставляйте миски и тарелки, Всякая тарелка будет мелкой, Миска плоской, Через край и мимо, В землю чёрную питать тростник. Невозвратно, неостановимо, Невосстановимо хлещет стих. Анна Ахматова. Муза. Когда я ночью жду её прихода, Жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, Что свобода пред милой гостьей С дудочкой в руке. И вот вошла, Откинув покрывало, Внимательно взглянула на меня. Ей говорю, Тыль Данту диктовала страницы ада, Отвечает я. Осип Мундельштам В морозном воздухе Растаял лёгкий дым, И я печальную свободу томим, Хотел бы вознестись В холодном тихом гимне, Исчезнуть навсегда. Но суждено идти мне По снежной улице В вечерний этот час Собачий слышен лай, И запад не погас, И попадаются прохожие Навстречу. Не говори со мной, Что я тебе отвечу. Игорь Северянин На островах В ландо моторном, В ландо шикарном Я проезжаю по островам, Пьянея встречным Лицом вульгарным Среди дам просто И этих дам. Ах, в каждой фее Искал я фею Когда-то раньше, Теперь не то. Но отчего же я так огневею, Когда мелькает вблизи манту? Как безответно, Как безвопросно, Как гривуазно, Но всюду боль. В аллеях сорно, В крутинах хросно, И в каждом франте Жив рокомболь. И что тут прелесть, И что тут мерзость, Бестыш и скорбен Ночной пуант, Кому бы бросить Наглее дерзость, Кому бы нежно Поправить бант. Вот тут я думаю, Я знаю, кому Ирина Адоевцева. А может, мы пока Прервемся под ключи Глада? Или это все цикл? Это понятно. Нет, я не буду знаменита, Меня не увенчает слава. Я, как на сам Архимандрита На это, не имею права. Ни Гумилев, ни злая пресса Не назовут меня талантом. Я маленькая поэтесса С огромным бантом. Вера Индер. Бог повелел. Явился лев и кролик, И реки потекли На дне долин, И год распался На двенадцать долек, Как апельсин. И шар земной Медлительно свернулся, Полуостывший В бездне бытия. Бог повелел. Быть может, улыбнулся, И появилась я. И вот живу. Вкушаю сон на ложе, Хмелею в полдень, Никну в вечеру. Бог повелит, Нахмурится, быть может, И я умру. И поскольку поэзия Это все-таки о любви, Я бы хотела закончить Своё выступление Двумя сонетами Наших зарубежных товарищей. Это Петрарка, У которого была своя тетушка. Он посадил Лауру на коня, И только их и видели. Есть существа, Которые летят Навстречу солнцу, Глаз не закрывая. Другие темноту предпочитая, До сумерек в укромных гнездах спят. И есть еще такие, Что назад не повернут, В огонь себя бросая. Несчастных страсть Погубит роковая, Себя несчастной Ставлю с ними в ряд. Красою этой дамы Ослепленной Я в тени не прячусь, Лишь я ее замечу, Не жажду, Чтоб скорее ночь пришла. Слезится взгляд, Однако ей навстречу Я устремляюсь, Как завороженный, Чтобы в лучах Ее сгореть дотла. А вот товарищ Шекспир Ответил ему сонетом 130-м, В котором выразил Немного другой взгляд На эти вещи. Ее глаза На звезды не похожи, Нельзя уста Кораллами назвать, Не белоснежно Плеч открытых кожа, И черной проволокой Вьется прядь. С дамасской розой, Алой или белой, Нельзя сравнить Оттенок этих щек, А тело пахнет так, Как пахнет тело, Не как фиалки Нежный лепесток. Ты не найдешь В ней совершенства линий, Особенного света на челе. Не знаю я, Как шествует богиня, Но милая Ступает по земле, И все ж Она уступит тем Едва ли Кого в сравнениях Пышных Оболгали. Доброе утро. Мы как-то делали С месяца два назад Передачу Обирения Адуевцева, Кстати, Тоже, Я просто поймал Себя на мысли, Вспоминая этот эфир, Что ведь Судьба каждой, Каждого Из тех Скафетов, Которые были Процитированы, Вот, Их даже Как-то невозможно Через запятую, Да, вот, Они разные, У них у всех Тяжелая судьба, У некоторых Очень страшная, Они разные И внутри, Скажем так, Самих себя, И между собой, И, в общем, Все эти люди, Это далеко не все, А вот я Как раз хочу, Вот, Чтобы мы плавно Перешли к Поэзии Влады, Потому что это Потрясающее Явление современное В поэзии, И я думаю, Что надо, 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 Срочно, У нас 5 минут До окончания эфира, Так что приступаем, Ну давайте, Тогда я буду бомбить Подряд все, Сигареты вымывают кальций, Воздух переварен И ворсист, Время искривляясь, Режет пальцы, А пространство Акварельный лист, Не мертвы лежат они, Не живы, Извиваясь В бежевом песке, Как, скажи, Попробовать наживу, Чтоб не очутиться На крючке, Будет тина Упиваться пеной, Будут чайки Дронами пасти, Вымывают волны Постепенно фосфор Из божественной кости, Но по синусоиде Несана Даже через пару тысяч лет Все, что убивала И спасала, Непременно Обратится в свет. Плывет по небу Календарный день, Плывет на модном Свитере олень, Плывет в канализации Сирень, Отдаться поскорей В объятия газа, Плывет листок, На нем плывет печать, Где ясно было сказано Молчать. Твою очеловеченную часть На хлеб себе Никто еще не мазал, А ты сидишь На крыше февраля И слушаешь Извечное ля-ля И не покинуть Лона корабля, Не залепить Пробоины соплями, Такая уж тебе Досталась днесь Молчать, Что просто Оставаться здесь, Молчание Токсическая взвесь Повесилась Над минными полями, Молчание Высокий пируэт Отдай им на обед И на обед, Оставь себе Лишь музыку И свет, Струящийся Из-за небесной двери, Молчание Питательная блажь, Молчание Сильнее, Чем отче наш, Хоть ешь его, Хоть пей его, Хоть маш, Хоть удависим, Каждому поверь. Ну, я смотрю, что времени у нас остается немного, хочется вот все-таки как-то Два текста быстренько прочитаю, такой будет переход от Такое демисезонье, в общем, сейчас все поймете. Такие чудеса смущаются в тени, Такая благодать томится у порога, Открой свои глаза И руку протяни, И сразу ощутись за пазухой у Бога, Здесь пахнет очагом шершавая зима, Щекочется и сжет наваристая вьюшка, Юшка, здесь царствует Лишь то, Что я тебе В потьмах Все зимы До того Нашептывал на ушко. Но 8.33, Но 8.33, Но скоро 33 Орет тебе Будильник, Открой свои глаза И просто Посмотри, Как полон Небосклон, Как строен Холодильник, Ажурно-декольте, Пристегнуты Ремни, Душимая душа, Шипованным Ошеям, Ведь что ни говори И как ни заверни, Чем беспощадней ночь, Тем утро Хорошее. Идиоты Держат идиотов За идиотов, Планомерно, Вальяжно Прогуливаясь По городу. Однокашник Становится Самым обычным Ботом, Отпустив Беззаботно Болтаться Густую бороду. Ты читаешь Ленту, Приходит Ленность, Уходит Лето И летят Над твоей головой Шрифтовыми Стаями Восемнадцать Постов На метр И все Об этом. Марафонец Достигнет Первым Последней Стадии. Выключай Поскорее Комп, Прогуляйся К пляжу, Наблюдай, Как одна за другой, Наливаясь Памятью, Серебристые Волны Плетутся В седую Пряжу, Соревнуясь За место На жаркой Песочной Паперти. Ассортист Приезжих Вовсю Поглощает Свет, Заедая Самсой, Запивая Мецным Черниговским, На складной Табуретке У пирса Сидит Поэт, Предлагая Приезжим Свою Юморную Книжицу, Упиваясь Последним Летним Соленым Днем, Заруби На носу, На подкорке, На веках Вырежи, Этот город Зациклен Настолько, Что Лето В нем Повторится Четырежды Прекрасно Вообще Действительно Я не знаю Стоит ли Вообще Что-то Говорить После того Как это Прозвучало Но Надо заканчивать Эфир Все равно Прозы А на самом Деле Действительно Ведь Поэзия Это же Не просто Рифмованные Строки С философским Дай бог Каким-то По текстам Это еще Определенная Это Своеобразная Мелодия Это гармония Музыкальная Гармония Сочетания Вот этих слов Это звучание Центрат жизни Еще бывает Потому что Поэзия Позволяет В двух Трех словах Иногда Передать Какой-то Очень Концентрированный Опыт Если повезло Поэтому Если еще Да Если еще При этом Идет Очень интересное Такое Жонглирование С озвучными Словами Но Причем Они Совершенно Отстраненными По мысли Но Они создают Образ Эмоции Но Это высший Пилотаж Конечно Это очень здорово Спасибо Вы наполнили Нашу студию Спасибо за эти Прекрасные полчаса Наполнили Таким Очень хорошим Теплым настроением Мы сейчас Выйдем на улицу Снег растаял Спасибо огромное Напоминаю У нас в гостях Были Влада Ильинская Майя Демерли Читайте их Вообще Любите Париж Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому